Привет, друзья! Это Pima Live, и сегодня наш выпуск посвящен настоящей легенде. Легенде, о которой все знают, все слышали, но, скорее всего, никто не видел, и тем более никто не играл. Прикоснуться к такой легенде мечтает практически каждый классический гитарист. Например, у скрипачей есть Страдивари, Амати, Гварнери и прочие ребята. А вот для гитаристов такой человек – это Герман Хаузер, мастер, гитару которого Андрес Сегове назвал величайшей гитарой всех времен. Итак, тадам! У нас в гостях Антон Баранов, а в его руках самый настоящий Герман Хаузер. Причем Герман Хаузер первый, и, соответственно, мой первый вопрос – почему он первый? Ну, раз он первый, наверное, есть второй, а может быть, есть третий. А может быть, есть четвертый? Четвертый, да. Это означает, что это династия музыкальных мастеров. Вот это у нас конкретный инструмент. Давай испугаем наших зрителей. Какого года? Это инструмент, если верить лейблу, это инструмент 1913 года. Здесь лейбла как такового нет, здесь есть печать на дереве. Вот ты можешь видеть. Да, все прекрасно видно. Мы потом вам покажем в Инстаграме фотографию, сделаем. Я так распиарил. Легенда, легенда. А вот реально чем известна вся эта династия? И, прежде всего, конечно, первый Хаузер. Ну, прославился Герман Хаузер тем, что он сотрудничал с Андресом Сюговей. И по слухам, по информации, которые есть в литературе, в сети, заняло это у него очень много времени. Порядка десяти или больше лет, чтобы изготовить инструмент, который бы Андресом Сюгове устроил. А до того, как он встретил Сюгове, он делал примерно вот такие вот инструменты. Вот в руках у нас модель, так называемая мюнхенская модель, потому что была еще венская модель. Вот на этой модели характерная такая головка с отверстием. А для венской модели, для венского Хаузера, характерна головка от романтической гитары в форме восьмерки перевернутой. У нас был обзор романтической гитары. Вы можете посмотреть, и будет представление. Давай, как это, современная тогда спецификация данной гитары. Озвучим, с чего она сделана. Обечайка и нижняя дека – это клён. Красивый клён. Причём вот мы вот так вот повернём сейчас, чтобы вы увидели, насколько тоньше корпус у этой гитары по сравнению с гитарами современной. Примерно в полтора-два раза. Я замечу, что она не звучит на эти полкорпуса, она звучит на полный корпус полноценный. Верхняя дека – это, судя по всему, ель, которая так потемнела очень сильно от времени, потому что инструменту больше ста лет. Это инструменту больше ста лет, а имейте в виду, что дерево, оно выдерживается в любом случае перед тем, как инструмент изготовить. То есть, дерево порядка, может быть, полутора сотни лет. Около того. 130-120 лет. Ну, мы с Антоном посмотрели, решили, что это, конечно, ель. Хотя, опять же, мы не так хорошо разбираемся, как, наверное, надо было. Скажем, плохо разбираемся мы в инструментах. Вообще не разбираемся мы в инструментах. Накладка – это, судя по всему, черное дерево. Черное дерево. Подставка, судя по всему, неродная, потому что инструмент, сами понимаете, реставрировался. Инструменту больше ста лет. Очень большая капитальная реставрация была в районе 60-х годов, насколько я знаю по информации, которую мне предоставил владелец инструмента. Подставка, скорее всего, неродная. Она выглядит так современно. И она не характерна для того периода, для Хаузера, Вюнхенского, Винского. Но ничего. Но в целом все равно смотрится все очень, так это, интересно. Очень гармонично. Немножко про династию. То есть, сейчас-то все это дело продолжается. Конечно, да. И на каком Хаузере мы сейчас находимся? Хаузер 4-й – это Катрин Хаузер. Это, получается, внучка Германа Хаузера 2-го. Правнучка, соответственно, 1-го. Вероятно. Вероятно. Мы, конечно, не знаем точно родственных связей. Ну, и третий Хаузер тоже работает. Да. Тоже работает. Так что, друзья, если вы желаете приобрести себе инструмент Хаузер, вы можете обращаться в мастерскую Германии. Я думаю, они с удовольствием вам сделают. Единственное, сколько придется подождать. Затрудняюсь сказать. Ну, есть какая-то очередь. Ну, то, что я знаю, вы можете свободно посетить воркшоп, мастерскую, где они в Баварии находятся. Можете связаться с ними, назначить время и запросто прийти, посмотреть. Вам дадут инструменты попробовать. То есть, атмосфера очень дружелюбная. Тебе приходилось еще играть на Хаузерах вообще в целом? Однажды мне предоставился случай поиграть на Хаузерах в втором. Давай, пока будешь рассказывать. Я поддерживаю. Хаузер первый. Да. Но не могу сказать, что я был сильно впечатлен. Причиной тому, наверное, было то, что было очень мало времени, несколько минут. Были старые струны и было много инструментов современных. Ну, то есть, давай так, под чесноку. Уступает старый Хаузер? Конкретно тот, который ты щупал. Если сравнивать гитары Хаузера второго и современные гитары, нельзя сказать, что это инструменты лучше или хуже. Это инструменты другие. Чем они отличаются, если так вкратце? Они отличаются характерным тембром, тембристостью. Современные гитары и мастера современные стараются усилить карбоновые вставки, двойные деки, двойные бичайки и так далее. То у Хаузера всего этого нет. Это у Хаузера просто такая интересная очень настройка дек, настройка пружин, за счёт которого он имеет такой тембр очень характерный. Самое характерное – это именно тембр. Короче, друзья, это традиционная гитара, не модерновая, не современная. И в этом её, наверное, и основная ценность. Мы подошли к самому сложному вопросу. Сколько такой инструмент может сейчас стоить? Ну, очень приблизительно. Очень приблизительно. Ну, сами понимаете, что инструмент старый, инструмент исторический, он всегда стоит дороже, чем инструмент современный. Я не оценщик, но речь идёт о десятках тысяч, может быть, сотен тысяч условных единиц. Тут повезла такая тишина. Для музыкантов он бесценен. Ну, я всё, я подержал. На. Я думаю, на этом мы будем заканчивать этот разговор. И настало время послушать, как всё-таки звучит Герман Хаузер 1913 года выпуска. Вперёд, Антон. Давайте послушаем. Герман Хаузер 1913 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 Герман Хаузер 1913